Пять месяцев и два курса реабилитации. Юная жительница Наринмара Лиза Михальченко, на лечение которой в июне текущего года жителям региона была собрана необходимая сумма денег, а затем были выделены средства Красного Креста, продемонстрировала свои успехи. О том, что такое жить полной жизнью, расскажет Мария Владимирова. О трехлетней Лизе Михальченко впервые мы рассказали в конце июня текущего года. Именно тогда мама девочки Осия поверила в чудо. В чудо выздоровления дочери, которой в два года был поставлен диагноз ДЦП. После посещения одного из столичных центров Лиза сделала первые в своей жизни шаги, неуверенные с поддержкой, но шаги. Спустя пять месяцев, а за это время семья дважды посетила центр, Лиза ходит самостоятельно. Хочу сказать, во-первых, поблагодарить наших земляков, наших жителей Миринмара за такую поддержку, за такую помощь. И делом, и словом, каждый из вас вложил частичку себя и помог моей дочери Лизоньке. И результаты просто... Получились очень хорошие результаты. Неожиданные для меня. Спасибо огромное здравоохранению Сверидову Сергею Анатольевичу за поддержку, за то, что нам помогают, и финансово помогают, жителям нам помогают. И вот сейчас третья поездка осуществилась благодаря нашему Красному Кресту, Центру социально-обслуживания населения. Огромное спасибо, что оказали такую поддержку. И результаты просто... Нам просто на лицо. Лизочка начала ходить. И просто я счастлива. Она делает без поддержки. Несколько шагов может пройти. Если с ней сзади идти, то она не падая, может спокойно, смело идти вперед и не бояться. Без поддержки, без рук, без всего. То есть спокойно сама идти. Если мы доведем это до автоматизма, то у нас будет свободная ходьба. С Лизой в столичном центре работала большая команда специалистов. Невролог, остеопат, физиотерапевт, логопед и физиоинструкторы. Лиза очень любит наших инструкторов. Очень любит. Всегда им улыбается и радуется. И самое главное, выполняет все, что они ее просят. Благодаря их слаженной и системной работе девочка не только пошла, но и стала употреблять твердую пищу. Мы пошли в детский сад. Конечно, мы бываем там очень редко, но зато потихонечку привыкаем к ребяткам. Я думаю, что с кем-нибудь она подружится. У нее будут скоро в ближайшее время друзья, подруги. Впереди у Лизы тренировки, потому что важны регулярные физические упражнения, лечение и реабилитация. Впрочем, останавливаться на реабилитации только своей дочери, а сия не собирается. В планах уже с января 2019 года организовать на базе одного из спортзалов учебных заведений города занятия для детей из ДЦП. Все, что для этого нужно – помещение, инвентарь и помощь волонтеров. Ведь то, что невозможное возможно, семья Михальченко знает не понаслышке. С уверенностью говоря, помощь детям – это то, что действительно важно. Есть вот такие случаи, очень серьезные, когда болезнь подступает и ребенок находится на грани между жизнью и смертью. И сейчас в таком состоянии находится у нас ребенок Матвей, у которого лейкоз, достаточно серьезная такая болезнь, страшная болезнь. И хочется сказать, надо ему помочь. Обязательно мы должны ему помочь, потому что нам помогли. У нас такой классный результат. И вам обязательно должны помочь. И Матвей, и мама, держитесь, крепитесь к вам. Вы должны поверить, у вас все получится. В настоящее время Матвей Шашков проходит курсы высокодозной химиотерапии, и ему необходим дорогостоящий химиопрепарат, стоимость которого на два курса составляет примерно 200 тысяч рублей. Перевести любую сумму, которая будет направлена на лечение Матвея Шашкова, вы можете по реквизитам, которые видите на своих экранах. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.